70 тысяч кубических метров канализационных стоков нашего города и города Пушкина ежедневно перекачивают эти четыре насоса на Щёлковские очистные сооружения. Ивантеевская межрайонная канализационная насосная станция водоканала – стратегический объект. Работают эти станции в круглосуточном режиме. Так как у нас в городе самая большая станция, но есть у нас ещё 10 станций небольших, начиная от 2 тысяч кубических метров в сутки до 15 тысяч. А это 150 тысяч станций. Так что вы сами понимаете, сюда попадаются точно как в Ивантеевке, так и Пушкинского района частично. Порядка 70-80% Пушкина. Несколько лет назад со станции в месяц вывозили 8 контейнеров мусора, пришедшего с канализационными стоками. Сейчас это 50-60 контейнеров по 0,75 кубических метров. Основная беда и причина выхода из строя насосного оборудования – это комьи влажных салфеток, тряпок, мелкого мусора и жира. Иногда попадается и более интересный улов – брёвна и мобильные телефоны. В Ивантеевце, я обращаюсь к вам, не бросайте ничего лишнего в канализационную систему. Всё это попадает в насосное оборудование, что приводит к выходу из строя. А это дорогостоящее. Хотя насосы работают с 1985 года, как я говорил, но оборудование ремонтируется, производится средний капитальный ремонт. Все стоки попадают через механические грабли на решётки. Работники станции сортируют и удаляют мусор, после чего стоки уходят на щёлковские очистные сооружения. Протяжённость этой трассы – 5 километров в 600 метров. Противоположность канализационной насосной – это автоматическая станция обезжелезивания. Место, где вода проходит очистку, а именно от окиси железа. Насыщенность живительной влаги этим химическим элементом изначально составляет 2,4 миллиграмма на литр. После очистки концентрация железа не превышает 0,3 миллиграмм. Скважина выдаёт воду с двух горизонтов, глубина которых – 80 и 130 метров. Сутки станция работает на фильтрацию, на второй день идёт промывка этих фильтров, то есть, чтобы сбросить в канализацию окис железа, которая накопилась на фильтрующем элементе. А фильтра загружены у нас кварцевым песком. Вот через этот песок проходит вода и накапливает двухвалентное железо, которое мы поднимаем со скважины. Оно растворённое в воде получается. По инструкции фильтрующий элемент, тот самый кварцевый песок меняют раз в 6 лет. Но сотрудники станции тщательно следят за его состоянием и в случае необходимости обновляют фильтры. Мы стараемся сделать всё, чтобы нормально было. А иногда вот в домах появляется жалчина, то есть замутнение, как называется. Отчего замутнение? То ли переключение получается в домовых сетях, то есть, ну, какие-то ремонты проводят они, меняются задвижки, ремонты происходят на линиях. Вот в это время, естественно, меняется направление потоков. Вот этот оклис, налёт, который остаётся на трубах, срывает и получается замутнение уже, вода поступает. Ну, немножко там, и нечасто это бывает, только при ремонте. Пробы воды для анализов берут дважды в неделю, в понедельник и четверг для Роспотребнадзора, а во вторник – плановые для собственной лаборатории. Тем не менее, водоканали уверяют, на любые жалобы жителей ресурсоснабжающие организации реагируют и не оставляют обращения без ответа. Людмила Ермакова, Антон Рябов. Программа «День за днём».